Межтым важно не только собрать уроджай в термин, а и с Берахтшиего. Супрацовники МНС и ДАИС уместно с работниками сельгазпродприемств зараз проводят выездные рейды. Как проходят проверки безопасности на Жневе, высветляла наш корреспондент Вероника Ворошилина. Не смотря на спяк-коту в Доброжском районе, как в последних кутках в области, комбайны в поле с самой ранницей до позднего вечера. У такой, правда, тропичный на дворе не складанный перегреться. Чтобы не допустить этого, людей нужно обеспечить пятной водой, а технику супрать пожарными сродками. Все обеспечили комбайны огнетушителями, песком. Постоянно дежурить у нас техника своя, правда. Мы не привлекаем пожарные машины. Своя приспособленная техника на бочка РЖТ с насосом и трансбоем. Это на случай у другого сгорания. И возле комбайна дежурить постоянно у нас трактор, который с плугами. Ну, вдруг надо где-то пахать. Мало ли, какие случаи. Перед каждым выездом в поле обовязковый инструктаж по охове працы и супрось пожарной безпецы. Его проводят супрацовники МНС с уместно с работниками сельгазпродприемства. Мета контролюющих рейдов по перереджению надзвичайных ситуаций у приватности у сгорания. Основная увага супрацовников МНС на явности сродка пожаротушения и пристосованной для этих метал техники. Данные рейдовые мероприятия проводятся с целью контроля за обеспечением пожарной безопасности в период уборочной кампании, проверки знаний работников при уборке урожая, их действиям при возникновении пожара, знания первичных средств пожаротушения, а также обучение работников задействованных в уборке урожая правильным действием при возникновении пожара. И в Гомельском районе уборочная не спиняется ни на хвилину. Технику до селетней кампании тут так само подрактовали загодя. Провели ремонт и закупили необходные супротивопожарные сродки. Так само великая комплексная работа была проведена с людьми. Инструктажи по охове працы и супротивопожарной безопасности туда повязковый штатенный ритуал. А разом с комбайнами упали зауседы специальная техника для тушения пожаров. Рейды и МНС аграры у неполохают надворот, да их рекомендации тут зауседы ставятся серьезно. С сотрудниками МЧС, конечно, проводятся периодические проверки и в полевых условиях, и на самих сушильных комплексах. То есть, если есть хоть малейшие какие-то отклонения, даже лучше сказать рекомендации дополнительные, то есть они производятся и мы прислушиваемся к ним. И в случае оперативного решения мы всегда созваниваемся и совет спрашиваем, если нужно. А кроме выездных рейдов МНС, подчас уборочной проводятся и проверки держа аутоинспекции. Они накереваны на повышение отказности водителям сельгазтехники. Это мягчимость и шерстно гадать, что транспортный сродок – объект повышенный небеспеки, особливо у такое горячее надворье. Проверяем физическое состояние водителей, в первую очередь наличие водительских удостоверений в соответствующей категории регистрационных документов, чтобы техосмотр на транспортное средство был пройден. Мы призываем, чтобы водители были более дисциплинированы, использовали транспортные средства, которые надлежащего качества, будем говорить так. И не употребляли, конечно же, спиртное, в первую очередь. Соблюдали скоростные режимы и правила обгона. Супрационники МНС и ДАИ отзначают – подчас выездных рейдов серьезных порушений не выявлено. Так само, подчас все летней уборочной кампании не было зафиксовано надзвычайных ситуаций. У аграру застается лезть больше за два три дня, чтобы в качественный термин собрать новый урожай. Верникова Рашилина, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомельс» Добрушского и Гомельского районов.